Здравствуйте! Высота 102 с новостями Волгограда и области. Полицейские и их четвероногие напарники справили новоселье в Олжском. Румынская делегация прибыла в Волгоград для придания земле трех с половиной сотен румынских солдат. Колючая проволока любви не помеха угнала из тюрьмы машину, чтобы встретиться с девушкой. Наркотики и оружие нашли в бункере в Урюпонском районе. Секретов больше нет. Недоступные ранее документы, фотографии и кинохроника теперь на выставке. Сегодня в Олжском открылись три обновленных здания, в которых разместились сотрудники первого городского отдела полиции, а также кинологическая служба и кавалерийское подразделение. Правоохранители ожидают не только новые кабинеты, но и оснащенные по последнему слову техники экспертные лаборатории. Новоселов поздравил начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Сегодня знаковое событие не только для города Волгского, для ОМВД по городу Волгском, но и для главного управления. И вы видели, какие созданы условия для работы личного состава отдела полиции, причем для оперов, для следователей, для экспертов. Люди, которые будут работать в таких условиях, они однозначно будут работать качественнее, лучше, и все это во благо жителей города Волгского. Построено шесть дополнительных загонов, а также расширен основной. Теперь процесс тренировки служебных коней станет гораздо эффективнее. Расширенная площадь позволит тренировать всех лошадей одновременно. Впервые образован в городе спутники и центр кинологической службы. В его состав вошли 16 инспекторов-кинологов со служебными собаками. Уже 21 век на дворе, я думаю, уже такие препараты делают по поиску обнаружения взрывных устройств и боеприпасов. Как собака ищет, ни один прибор так не показывает. Задачу у нас выполняют кинологи очень по поиску обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов, по незаконным оборотам наркотиков, по розыску преступлений, розыску российских лиц, задержания их, конвоирования осужденных. На территории нового центра взведены летние и зимние вольеры для содержания четвероногих сотрудников, площадки для выгула и тренировочная полоса препятствий. Сегодня в Волгоград прибыла официальная делегация из Румынии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Румынии в России Василий Суаре. Завтра они примут участие в перезахоронении 345 румынских солдат на мемориальном кладбище в Рассошках. Визиту предшествовал скандал, связанный с письмом, подписанным временным поверенным в делах посольства Румынии в Российской Федерации. Он просил обеспечить присутствие взвода гвардии почетного караула и военного оркестра на церемонии перезахоронения румынских военных героев. Обращение вызвало большой резонанс среди ветеранов и общественности, которых возмутили так называемые герои, воевавшие вместе с фашистской Германией против Советского Союза в Великой Отечественной войне. Члены делегаций в составе 18 человек начали свой визит с экскурсии по Мамаеву Кургану, где возложили вино в зале воинской славы. Побывали они и в Рассошках, где идет подготовка к церемонии перезахоронения. Факт есть факт, история есть история, события есть события, мы знаем, читали, учились в школе, так что и нельзя трогать вопрос истории, потому что если раз мы уже считаем, что это история, пусть будет история, и из нее мы можем, как сказать, учитывать и плюсы и минусы. Главная наша цель через 70 лет, как сказать, напоминать о своих, скажем, войнах, потому что прежде всего они были люди, и тем не менее, как и наши, так и ваши православные, христианские, скажем, с христианской верой. Это наш долг за мир, за процветание, за добрые отношения, за сотрудничество и так далее. Что касается героев, этот термин пытаются употреблять все иностранные государства, поскольку, будем говорить прямо, это их дети, их солдаты, которых посылали на эту войну. Конечно, не современное правительство было и временно. Мы всегда предостерегаем от этого термина и просим помнить о том, что для наших жителей, которые не забыли ужасы войны, это слово звучит ужасно и могут создаваться конфликты. Водительских прав за пьяное вождение тюремного автомобиля лишил заключенного из правительной колонии номер 24 Камышинский мировой суд. Служебную газель для проверки остановили сотрудники автоинспекции. За рулем оказался нетрезвый 37-летний житель Волжского, отбывающий наказание за кражу. Мужчина признался, что угнал фургон ради поездки на свидание с девушкой, с которой познакомился в интернете. Но при встрече мужчину ждало разочарование. В реальности его пассия оказалась не столь красива, как на фотографии. Расстроенный тюремный ловелас решил покататься по ночному городу, но был задержан. Нарушитель просил полицейских дать ему возможность вернуться в колонию самому, чтобы избежать наказания за побег, и даже попытался съесть водительские права. Но полицейские остались непреклонны и вернули беглеца в колонию. Причастный к незаконному обороту наркотиков и огнестрельного оружия, житель Урыпинского района был задержан в ходе совместной операции сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД. Силовики обнаружили подземный бункер, где мужчина хранил 150 килограммов марихуаны и сырья для ее производства. Также были изъяты три единицы огнестрельного оружия. Среди них автомат Калашникова образца 1947 года, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Маузер и боеприпасы к ним в количестве более 400 единиц. Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Бесценный подарок к 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом преподнес жителям города Государственный архив Волгоградской области. В стенах ушереждения сегодня открылась выставка «Переломный момент Сталинградской битве», где впервые широкой общественности представлены рассекреченные исторические документы. Среди них личное дело военнопленного фельдмаршала Паулюса, воспоминания защитников дома Павлова. Посетители экспозиции также увидят подлинные кадры военной кинохроники, уникальные фотографии обороны Сталинграда, фотокарточки и письма солдат и офицеров Красной Армии, участников Великой битвы на Волге. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok